МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите нашу программу. Сегодня в центре нашего внимания окажутся не столько конкретные люди, сколько проблема, которая их объединила. Наркотики. Страшное слово, ужасные последствия. Однако сегодня мы расскажем, что жизнь после наркотиков возможна. Главное этого очень захотеть. Более 12 лет я употреблял опиум. Курил и ел. Подкожные инъекции приводят к апсессам. Внутривенные инъекции неприятно, возможно, опасны. Героин инъекциями под кожу, вену и мышцами, дыханием через нос, если под рукой не было шприц. Морфий, диладутит, антопон, юкодол, бракодин, дианин, тадеин, демирол, гнитодон. Все они в разной степени ведут привыкание. Первая история сегодня о молодом человеке, который в чистоте уже 8 лет и 6 месяцев. Его зависимость началась с банального, с употребления алкоголя и курения сигарет. Когда все это стало уже привычным, ему захотелось чего-то нового. Потом все это перешло в более легкие наркотики, крова, аноша, гашир. В то время я экспериментировал и добрался до более тяжелых наркотиков. Это героин, методон, кокаин. Как и большинство наркоманов, этот молодой человек думал, что когда захочет, сможет остановиться. Но в жизни получилось все иначе. Да, я знал, но я думаю, что само этого не произойдет. Я слушал песни, я видел под своих старших товарищей, но меня это не останавливало, потому что я думал, что я другой, что у меня будет совершенно по-другому. И получилось, как у всех. Есть некая такая тяга к наркотику. Когда первый раз его пробуешь, возникает физическая потребность в нем. Поэтому, когда я его употреблял, я не мог остановиться. Просто физически, да, мое тело все время требовало наркотики. Когда я пытался останавливаться, были какие-то эмиссии, я не мог трезво жить. Это одна из проблем моих, да, основных. Потому что все мысли были сконцентрированы на наркотиках. Я был просто одержим, одержим кайфом. Я не умел трезво жить. Поэтому самым простым вариантом и лучшим это было найти, употребить наркотики. И так вот проходил день за днем. Я муровал. Сначала это было воровство на улице, к концу употребления это было воровство из дома. Потому что сидеть не хотелось, в тюрьму и не хотел, сил уже не было. И проще было открыть ключом дверь, зайти и взять что-то дома. Наша вторая история о молодом человеке, который решил употребить наркотик, чтобы не отличаться от друзей. Он попросил попробовать, мол, всего один раз. Попробовал и вот так незаметно попал на крючок наркозависимости. С первого употребления прошло 12 лет. Я сидел плотно на героине. Было одиночество, пустота, да, какая-то изоляция. Меня не радовало ничего, ни жена, ни ребенок. Вот эта серость, постоянная апатия, да. И я уже шел, употреблял, и мне казалось, что вот я еще употреблю, у меня все будет нормально, да. У меня вот эти розовые очки, короче, постоянные. Это со временем было в первое время употребления. А потом уже я просто не мог без этого жить. Уже я доставал деньги на вещество любой ценой, там, да, уже. У меня уже не было никаких принципов моральных, там, да. Я шел, там, через людей, через голову воровал. Забирал деньги, избивал людей просто, чтобы употребить уже наркотиков. Ты понимал, что ты все, ты зависен. Нет, я этого не понимал. Я думал, что с каждым разом, что я неоднократно сейчас скажу еще, я ехал с больницы, с детоксом, да, там, с детоксацией, когда мне прокапывали врачи. Я был уверен на 100%, что в этот раз я не употреблю. Я приезжал домой, и где-то через полчаса я уже был на тритоне, и употреблял уже героин. Наша третья история – это история молодой девушки. Она вполне из благополучной семьи, где о ней заботились, ни в чем не отказывали, отправляли отдыхать за границу. Но в один не совсем прекрасный день она все же решилась попробовать нахоть. Клубные тусовки, ну, как-то нравилось мне это поначалу. Вот, нравились всякие порошки, давали они мне сил, уверенности в себе, так как без них я не могла ни общаться ни с кем, и разговоры даже заводить не знала, о чем речь вести. Сколько это продолжалось? Ну, мне сейчас 21, это было с 11 лет. Я начала лоровать дома деньги, дома были постоянные ссоры и скандалы из-за моего какого-то раздражительного состояния, когда мне нечем было поправиться. Вот, постоянные слезы мамы и бабушки. Ты понимала, что все, ты стала зависимой, ты стала наркоманом? Я поняла после того, когда я попробовала уйду, я никогда не хотела ее пробовать, я боялась. После того, как я попробовала уйду, присидев на героине где-то в неделю, я поняла, что я попала очень сильно. Дома, безусловно, замечали, что у девочки часто меняется настроение, но представить, что их любимая дочка стала наркоманкой, не могли. Со временем наркотики стали показывать свою разрушительную силу. Разрушали и изнутри, и снаружи. Выглядеть, я старалась всегда чисто, опрятно, в дорогих вещах, опять же, благодаря маме, вот, но начали от всяких наркотиков крошиться зубы, меняется цвет кожи, непонятно, то я худая, то я толстая, то или еще что-то. С головой стали не в порядке твориться. Мне постоянно, вечно, что-то казалось. Я стала бояться людей, бояться выходить на улицу, общаться с теми, кто не употребляет. Истории наркоманов начинаются практически одинаково, и конец у них всегда один и тот же. Однако его при желании можно изменить. Все трое молодых людей, истории которых вы слышали, однажды нашли в себе силы и сделали первый шаг на пути к выздоровлению. Желание жить в чистоте они получили в сообществе анонимной наркоманы. Три раза в неделю в Дмитровском центре социальной помощи семье и детям проводится собрание сообщества анонимной наркоманы. Прийти туда может каждый, кто желает избавиться от наркозависимости. Выздоравливающие зависимые, как называют себя сами ребята, помогают друг другу, на своем личном примере показывая, что выздоровление возможно. Я сидел возле дома в машине в употреблении, в наркотическом ко мне сел мой субпотребитель, с которым я раньше употреблял внутривенно наркотики. Он подъезд ко мне на машине, сел ко мне в машину, начал рассказывать про это сообщество анонимной наркоманы. Вы знаете, на тот момент что-то ничего даже не екнуло, потому что я был в употреблении, у него было вещество, у меня как бы все было нормально в жизни, я так думал. Это первое знакомство было с сообществом. Но у меня что-то отложилось, я просто видел, что он остается трезвым уже там больше трех лет, у него все нормально как бы, и у меня вот отложилась зацепочка такая была. Вот так я познакомился с сообществом. Первый шаг я сделал пришедо дно, я понял, что у меня проблема, что вся жизнь вокруг наркотиков крутится, я решил завязать. Я пытался переломываться, я пытался уезжать, но у меня в общем не получалось завязать никак, потому что жизнь без наркотиков оказалась еще сложнее. очень тяжело было, учитывая, что я употреблял с раннего возраста, да, и никак не развивался, не учился, не работал, ничего. Вот. И в какой-то момент мне попалось чудо в больницу, со мной пришли ребята из сообщества, они наркоманы. Они-то мне и предложили прийти к ним. Как же ты нашла в себе силы сделать шаг на пути к выздоровлению? Я позвонила маме и сказала, что у меня тут сил больше ворота с наркотиками, и она меня отправила. Она меня поняла. Я очень боялась ей это говорить, но она меня очень поняла, обрадовалась, и меня отправили в редакционный центр. В Сочи. А из Сочи я вернулась 7 месяцев назад и продолжала свое выздоровление здесь. Еще вчера я украл последние деньги у самого родного человека. Еще вчера я два часа сидел под дверью у бары, как собака. Еще вчера меня тряхнуло так, что еле откачало. Еще вчера я был одинок в этом пустом мире. Еще вчера я упрямо верил, что мне ничто не поможет, что все это разбор. Однако сегодня я не употребляю наркотики, дни, месяцы, годы. Я пришел с вами, было страшно, очень страшно, потому что, когда остаешься трезвым, это, наверное, переломный момент, такой месяц, наверное, идет, когда ты приведет, адаптация к трезвой жизни. Мне было страшно даже спросить, купить пачку сигарет, перейти дорогу. И когда я сюда пришел, здесь просто было... Меня никто здесь не лечил, со мной здесь начали делиться опытом. Я просто услышал ребят таких же, да, зависимых наркоманов, у которых есть опыт оставаться трезвыми. Я просто слушал ребят, наверное, месяц просто слушал, приходил, и мне было интересно с ними, потому что я увидел, что они такие же наркоманы, и такие же торчки. Здесь есть мои сопотребители, с кем я кололся в подъездах, там, да, там, на плетонах. Они сидели здесь трезвые, приезжали на дорогих иномарках, и у них все было прекрасно в жизни. И я просто, я поверил просто этим людям. Я зацепился за то, что здесь сидели люди, говорили на том же языке, на котором говорю я, да, и говорили о тех же чувствах, которые испытывал я, ну, испытывал на тот момент. Сообщество дает зависимым веру в то, что они снова смогут жить и без наркотиков, снова смогут любить, дружить и переживать все нормальные человеческие чувства. Воздоровление возможно благодаря принципам, известным как «12 шагов анонимных наркоманов». В сообществе есть программа «12 шагов». Она подразумевает под собой некие действия. Я говорю, что там болезнь, она духовная, да, в своей основе. Я научился здесь быть честным. Я научился здесь быть ответственным, открытым. Я научился любить и заботиться о других. Эти шаги, в процессе прохождения этих шагов, да, там была письменная работа, там какая-то практическая. Я научился эти духовные принципы применять в своей жизни. Я раньше об этом только мечтал, а здесь получилось этим пользоваться. И «12 шагов» дали мне эту возможность. Собрание проводится каждый понедельник, среду и пятницу в 7 часов вечера. Это в Дмитрове, в Центре помощи семье и детям. Собирается группа и в Яхраме, по воскресеньям также в 7 часов вечера. Каждую последнюю пятницу собрание проводится открытыми, то есть есть возможность прийти родителям, супругам и всем, кому интересен опыт выздоровления в сообществе. Я не хотел жить, я мечтал, я работал, я учился. У меня на сегодня семья, жена, двое детей. У меня есть все, о чем я тогда мечтал. И употребление в начале выздоровления. Поэтому жизнь очень сильно изменилась, с разными с тем, что было когда-то. Я себя, знаете, сейчас чувствую таким нервосом общества, как мне всегда говорили, ты там наркоман, ты слабак, ты... Короче, там все плохие слова, которые есть, наверное, да, вот эта вот униженность постоянная, да, в жизни, опять же. И сейчас я кому-то нужен, да, там, этим людям. У меня сейчас вот за эти 20 месяцев, я к ней вернулась, жена, мы сейчас живем втроем, вот, купили квартиру уже, я сейчас зарабатываю неплохо, как бы у меня работа нормальная, у меня доверие с родителями полнейшее, и не знаю, я только благодарен вот этому группу, этому сообществу, да, на нем наркоман, этим ребятам, которые меня еще окружают. Я 8 месяцев чисто. И как за эти 8 месяцев у тебя, вот, ты смотришь на жизнь? Просто прекрасно. У меня наладились отношения с родителями, я могу, я всю жизнь мечтала общаться с мамой, как с подругой. Она спрашивает, как мои дела, я спрашиваю, как у нее дела, не в корыстных целях, чтобы у меня денег. Я стараюсь ей помогать. У меня, у меня программа дала выбор, что я могу жить той жизнью, в которой ад, либо могу новую жизнь жить, в которой, в которой все хорошо, у меня есть люди, на которых я могу положиться, они меня всегда поддерживают, дадут совет мне среди дня и ночи, которые меня никогда не бросят. Яркое солнце. Удобный шезлонг. Модный прикид. Проходка на вечеринку. Ее телефон. Но все это в прошлом. Успей вернуть свою жизнь. Даже когда все отвернулись, когда жизнь перестала иметь смысл и потерялась всякая надежда, нужно просто сделать шаг. Всего один шаг на пути к выздоровлению. Есть те, кто поможет, кто своим личным примером покажет, что жизнь после наркотиков возможна. Сейчас на экране вы видите сайт сообщества анонимной наркоманы. Всю информацию можно получить там. Либо же обратиться в Дмитровский центр социальной помощи семье и детям. Ну а вы смотрели нашу программу. На сегодня это все. Возникли вопросы или предложения, пишите. Наша-ТВ собакамейл.ру Ну а я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok